Мог ли подумать мальчик, который сбежал из дома в 14 лет, что станет одним из самых востребованных и знаменитых мастеров кисти? Жизненный путь Анатолия Силова классический для художника, то есть трудный. Скитания и поиски, путешествия в Африку, работа на волжских кораблях послевоенных лет, поездка в Тибет. Все впечатления без остатка в его картинах. На выставке в художественном музее лишь малая часть его работ. Есть среди них и результаты последних пяти лет работы по системе Оксфордского университета, где он является доктором философии. Основываясь на исторических данных и древних зарисовках, Анатолий Александрович собирает свои образы древних и знаменитых. Также вот китайского императора писал. Китайский император. Я в кафе ходил, китайцев интересных, там портреты фотографировал. На рынке там тоже 10-15 портретов вывожу один. Среди его работ на выставке не найдешь пейзажей и нутермортов. Мало его интересуют и образы простых людей. Он сам определил себе творческую задачу запечатлевать великое, а точнее великих. Анатолий Силов пишет портреты только сильных и знаменитых личностей. Один из них – портрет первопалестинского президента Ясера Арафата, личность, которая сыграла важную роль в истории палестинского народа. Это не просто портрет правителя и его помощников, но и вся история певсидских народов. Мы чувствуем глубокую философию поэта, глубокое отношение, сочувствие палестинскому народу. Мы за это тоже очень благодарны. Я приехал от посла, от посольства выразить благодарность и сказать спасибо огромное еще раз вашему художнику и вашему великому народу за свои поддержки постоянной палестинского народа. Стремление автора к особенным людям обращено к нему же самому, хотевшему в глубине души стать таким же особенным. На зло обстоятельствам и пренебрежению к нему художественной среды стать в один ряд с одаренными и знаменитыми у него получилось. Я развивался, я был слабенький, в общем-то. Меня тут художники обижали, говорили, какой ты художник, там еще что-то. Но как-то так получилось. Я работал, работал, работал. И раз и обошел почти всех. Новочебоксарцы могут познакомиться с 80 работами автора. Их достаточно, чтобы через выдающихся правителей и творцов соединить века и континенты в одной точке, точнее в одном выставочном зале. Выставка продлится до конца декабря. Сабина Вишневская, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска. Новости 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 Нов